Поехали! Поехали намного ближе к тому, что происходит в оригинальных Rainbow Six. Смысл в том, что вы собираете свою команду, точно так же выбираете снаряжение. Кстати, здесь уже было видно, что действительно есть кастомайзинг оружия, что можно выбирать не только класс, но и разные стволы. Наверняка, может быть, потом еще на них можно будет навешивать обвес. Сейчас этого нет, но появилось гораздо больше свободы по сравнению с вальфой, потому что вальфе было очень странно, потому что ты не можешь вообще ничего сделать, только выбрать класс. Сейчас это по-другому, ты уже выбираешь класс, меняешь снаряжение, выбираешь также точку десантирования и отправляешься играть уже против компьютера, что, ну, лично мне кажется, намного интересней. В то время, как игроки Ту-5 баррикадируются в одной комнате, здесь уже этого нет. Вы играете как вот в SWOT 4 когда-то, да, я говорил еще при первом превью, что главный аналог этой игры на самом деле не старый Rainbow, а SWOT. И вот это очень похоже на SWOT, у вас есть дом полный бандитов, вы начинаете там заходить на него с разных сторон, взрывать окна, врываться внутрь, и при этом противники абсолютно в разных местах появляются, по-разному действуют. У меня был случай, когда враг, я взорвал окно, влетел в него, а враг там поставил С-4, и я тут же на ней подорвался. Моя партия окончилась мгновенно, я дальше смотрел, как умирает мои товарищи. Вообще мы играли в двух режимах, на харде и на нормале, и на харде это очень прям челленджевая, сложная игра. Задача в том режиме, который мы играли, из старых Rainbow Six нужно там обезвредить две бомбы, и в тот момент, когда ты добираешься до бомбы, начинаешь ее обезвреживать, тебе нужно выдержать атаку волн врагов. Время. 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 То есть они начинают идти вообще с разных сторон, ты оказываешься на месте, собственно, тех защищающихся команды, они взрывают там окна, двери, прут вообще абсолютно рандомно, и вот сколько раз мы играли на харде, столько раз и мы погибали, это действительно очень челленджевая игра. На простом режиме, наоборот, было слишком, я считаю, просто, но вот на сложном, прямо очень классно, мне очень понравилось. И суть в том, что каждый раз это абсолютно сгенерированный экспириенс, то есть он не повторяется, это, да, карта та же самая, но откуда пойдут враги, какие, что будет происходить, как они будут действовать, это каждый раз по-разному происходит. И вот, наверное, после этой демонстрации мне вот как-то стало за проект поспокойнее, я понял, что шансы на то, что в него я буду постоянно, да, играть, а не поиграюсь там первые дни после выхода и брошу. Их стало больше, посмотрим, что покажете еще, пока технически игра все равно слишком простая, я считаю, не доставляет графон, к сожалению. Ну, все, что касается геймплея, с каждым разом, ну, выглядит все интереснее. Посмотрим, что будет дальше. Он прямо там, он прямо там! Он прямо там! На этом все, спасибо, что смотрели впереди, основная E3. Ну, а здесь мы заканчиваем и отправляемся на конференцию Bethesda, которая тоже сегодня фальш-стартит. Даже до нулевого дня E3, до дня конференции, решил рассказать всем о своих новинках, в том числе о Fallout 4, Doom 4, ну и что у них там еще, Dishonored 2, например. Так что, отправляемся!